МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. К чему может привести запрет медицинской рекламы? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Благотворительность – норма жизни современного казахстанца. Следующий заперник – Геннадий Головкин, Британи с Мартин Мюррей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Остлепленные ненавистью. Покушение на убийство раскрыто в Карагандинской области. Полиции задержаны двое подозреваемых. Сотрудниками криминальной полиции по подозрению в совершении преступления задержаны два жителя города Каркаролинска, 23 и 33 лет, сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области. Они пытались убить своего приятеля. Почему и за что, выясняет следствие. Подозреваемые признались, что 2 октября текущего года в ссоре нанесли потерпевшему телесное повреждение, после чего с целью сокрытия преступления вывезли за город и сожгли его в автомашину марки ВАЗ. Потерпевший с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по статье покушения на убийство. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. В период с 28 по 30 октября на территории Карагандинской области проводится акция «Нулевая терпимость к беспорядку и правонарушениям». Только за 9 месяцев текущего года сотрудниками органов внутренних дел Карагандинской области пресечено более 67 тысяч административных правонарушений, предусмотренных статьями «Нулевой терпимости». Выявлено 8 356 административных правонарушений по мелкому хулиганству, 7 540 фактов загрязнения мест общего пользования, 6 934 человека привлечены к ответственности за нарушение запрета курения в общественных местах, 8 163 нарушения правил благоустройства, 3 723 факта нахождения несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища, 19 251 гражданин привлечен к ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде. Также на территории Карагандинской области прошло профилактическое мероприятие «Транзит». Оно было продиктовано тем, что в последнее время участились факты нарушений правила дорожного движения со стороны водителей, прибывших из зарубежья. За 9 месяцев 2014 года выявлено 6 нарушений правил дорожного движения со стороны таких водителей. По их вине совершено 3 ДТП, при котором 1 человек погиб, 4 получили ранения. К примеру, в этом месяце на автодороге республиканского значения Алматы-Екатеринбург зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Кыргызской республики и Российской Федерации, в результате которого гражданин России получил травмы. Для проведения рейдовых мероприятий было задействовано более 700 сотрудников органов внутренних дел. За 4 дня сотрудниками административной полиции выявлено и пресечено 28 нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах. К водителям, являющимися гражданами других государств, но нарушающих казахстанские правила дорожного движения, могут применяться административные взыскания вплоть до выдворения их из страны. В Казахстане скоро начнет действовать запрет на рекламу лекарственных препаратов на телевидении, радио и газетах. Узнать о новинках в сфере здравоохранения потребители смогут лишь из специализированных изданий, которые выпускаются для медицинских работников. Редакционная коллегия газеты «Индустриальная Караганда» созвала круглый стол по поводу принятия нового закона. Согласно закону, только в специализированных изданиях будет размещаться реклама лекарственных препаратов и прочих медицинских услуг. Представители исполнительной власти сообщили о контроле соблюдения данного закона. Комментировать этот закон, насколько он правильный или неправильный отдел внутренней политики, неуполномочен. В соответствии с действующим законодательством нашего управления заключается в том, чтобы вот эти законы, которые издаются у нас в Республике Казахстан в отношении средств массовой информации, выполнялись, соблюдались. Нововведения поддерживают медики, ссылаясь на то, что граждане, насмотревшись рекламой, начинают сами ставить себе диагноз и занимаются самолечением. Достоверную информацию о лекарствах можно будет получить в специальном лекарственно-информационно-аналитическом центре при Министерстве здравоохранения по телефону, который открылся в 2009 году. Многие бизнесмены обращались в Палату предпринимателей. Согласно их предварительным расчетам, после введения закона предприниматели потеряют около 20 миллионов долларов. В настоящее время Палата подготовила письмо на имя депутата Мажелиса. То есть мы предлагаем все-таки в рамках законопроекта о кардинальных мерах по улучшению предпринимательской деятельности ввести норму, ту, которая и существовала до запрета. То есть не только в специализированных изданиях, а просто с разрешением полноводчинного органа. Теперь граждане, согласно закону, могут узнать о лекарствах только в специальных изданиях, которых в области насчитывается 7 единиц. Заодно повысится и их тираж. Впереди небольшая реклама, не переключайтесь. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal. Galvin. Hercule. Торговая марка Galvin представляет Эконом-серия профиль Galtec 53 серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм Представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль Стандартная система – профиль Galvin Профиль Galvin 60 серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка – серия эксклюзив Пятикамерный профиль Galvin 70 серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Galvin морозостойкий, надежный, прочный Зимнее содержание автодорог должно быть на постоянном контроле В областном Акимате подведены итоги ремонтной кампании автомобильных дорог И подготовки их к зимнему содержанию С отчетом о проделанной работе выступил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Кажанов Он сообщил, что в текущем году было запланировано отремонтировать 770 км автодорог Согласно разработанной дорожной карте ремонта дорог в области охвачена ремонтом По автомобильным дорогам республиканского значения 161 км По автодорогам областного значения 194 км По программе развития моногородов это 8 моногородов, 3 участка дорог, 24 улицы Протяженностью более 35 км Что касается зимнего содержания автодорог на уборке снега Будет задействовано 656 единиц снегочистительной техники В соответствии с планом зимних мероприятий Взят на учет и особый контроль 241 км дорог, подверженных снежным заносам Заготовлен противогололедный материал в количестве 10 тысяч кубических метров На автодорогах областного значения имеется 17 обогревательных пунктов и 25 производственных зданий В ежедневном режиме ведется мониторинг оперативной обстановки на автомобильных дорогах В целях обеспечения безопасности и предотвращения остановки автотранспорта В холодный период подрядными организациями регулярно проводится патрулирование Глава региона подверг жесткой критике Акимов ряда городов и районов За несвоевременное проведение конкурсных процедур По определению подрядчиков на ремонт автодорог и недостаточное финансирование этих работ Время каких-то уговоров, надежд на исправление, оно, по-моему, давно прошло уже И сейчас подходы, сами понимаете, другие Если раньше можно было что-то объяснить и терпеть, переносить как-то на следующий год и так далее То сейчас подходы абсолютно другие Каждый должен ответить за свои действия или бездействия Он также поручил управлению пассажирского транспорта и автодорог Обеспечить эффективный контроль за ходом и качеством ремонта автодорог По государственным программам развития моногородов и дорожная карта занятость-2020 Кроме того, Акимов городов и районов поручено создать штабы По зимнему содержанию автомобильных дорог Оперативно информировать единую диспетчерскую службу О плановом и фактическом выходе техники и рабочих, занятых в зимнем содержании дорог В Караганде прошел благотворительный концерт в память о Кирилле Гауссе И в поддержку маленького карагандинца Артема Рихвальского У ребенка тяжелое заболевание саркома юинга Злокачественная опухоль костного скелета Мальчику срочно требуется операция за границей Все подробности в сюжете нашего корреспондента В этот день волонтеры организовали благотворительный концерт и ярмарку для юного карагандинца К сожалению, мы не успели спасти 16-летнего Кирилла Гаусса У юноши была лейкемия Теперь его киви-кошелек принадлежит Артему Рихвальскому Для Артема Рихвальского, указанного на всех реквизитах Это непосредственно был кошелек Кирилла Гаусса Они отдали его вместе с имеющимися там деньгами В холле театра имени Станиславского организовали ярмарку Украшения ручной работы, игрушки, выпечка и многое другое были разложены на столах Все вырученные деньги пошли на счет Артема Рихвальского На счету мальчика, благодаря неравнодушным людям, находится более 700 тысяч тенге В этом случае действует поговорка «Друзья познаются в беде» Когда другому человеку плохо, трудно Я думаю, это и составляет наше общество Так сказать, образованное и воспитанное Когда мы приходим друг к другу на помощь В концерте приняли участие все желающие Танцоры, певцы, музыканты, фотографы Каждый хотел внести свою лепту в победу над болезнью Амина Смакова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский Продолжаем выпуск Школа гражданственности и патриотизма В Караганде прошла встреча военруков С участием представителей союза военно-патриотических клубов Казахстана Обсуждались проблемы развития военно-патриотических, военно-спортивных, военно-поисковых и технических клубов По поручению Министерства образования Республики Казахстан Союз военно-патриотических клубов Казахстана приехал в нашу область для обсуждения проблем воспитания патриотизма у подрастающего поколения с учителями начальной военной подготовки и учащимися. Аналогичные мероприятия проводятся по всей стране. На сегодняшний день работа идет на должном уровне, разве что в Астане и Алматы. Мы развиваем по Казахстану военно-патриотические клубы. Мы, так как в рамках послания президента стратегии 2050, где он сказал, что нужно развивать, поднимать и развивать военно-патриотические клубы. Майкудукская школа номер 77 приняла всех военруков Октябрьского района, где поднимались вопросы по организации данной работы. На сегодняшний день большая нагрузка ложится на военруков школ. Воспитание патриотизма у юношей и девушек. Как подчеркнул руководитель военно-патриотического клуба Куаныш, данная работа нужная и обязательная. Поэтому эта работа должна подниматься на всех уровнях, начиная со школы и кончая последним высшим учебным заведением. Воспитание патриотов – это очень важная государственная задача. Воспитанием гражданственности должны заниматься не только учителя военной подготовки. Но каждый педагог, каждый родитель – это долг каждого казахстанца. Бигзат Алькайдаров, Исламбек Аспанов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде прошел творческий фестиваль Art Fashion 2014. Горожане смогли увидеть и показ мод, и танцы, и зажигательные шоу-программы. Амина Смакова продолжит. Конкурс проходил как по маслу. Гости чувствовали себя так, как будто они находятся на Каннском фестивале. Вспышки фотоаппаратов, камеры, ослепительный блеск платьев и, конечно же, подиум. Именно на этом подиуме в этот вечер демонстрировались платья от карагандинских дизайнеров, танцы и другие шоу-программы. Проект Art Fashion 2014 проходит уже второй год и собирает огромное количество желающих принять участие в показе. Одежду, которую вы видите на экранах, придумали наши карагандинские дизайнеры. От всех работ было не отвести взгляда. Однако громкие охи и ахи стали слышны сильнее в тот момент, когда на подиум вышли знаки зодиака. 12 девушек-моделей представляли настоящее буйство разнообразных цветов. Овны, тельцы, скорпионы прошли по подиуму и никого не оставили равнодушным. По словам руководителя девушек, дизайн костюмов продумывался два года. Была идея давно сделать такую коллекцию. Было несколько вариантов, как это создать. И постепенно, по несколько костюмов, в течение нескольких лет, и вот в этом году коллекция уже была в целости. Подиум с моделями и танцами был на первом этаже, а фотовыставка и украшение ручной работы на втором. Все желающие фотографы принесли свои работы и развесили на простой бельевой веревке. Эпатаж нет, просто элементарная сушка. На снимках чего только не увидишь. Каждый желающий мог забрать себе понравившийся снимок. Организаторы сделали все, чтобы фестиваль Art Fashion 2014 запомнился всем. Мы хотели, чтобы этот фестиваль стал большой площадкой, где собираются именно все творческие люди нашего города, нашего региона, и где они могут показать все свои возможности, может быть, объединиться для новых телепроектов. То есть это должно стать большой площадкой для будущего развития творческого потенциала Караганды. Обычный показ мод превратился в творческий фестиваль, который объединил в себе фотографов и моделей, парикмахеров и визажистов в одно целое. Все они демонстрировали не только свой профессионализм, но и дарили отличное настроение гостям. Амина Смакова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Новости спорта. Не успели мы насладиться победой Геннадия Головкина, как уже объявлен его следующий соперник. Представители карагандинского боксера успели договориться с промоутером британца Мартина Мюррея. Геннадий Головкин, недавно победивший в поединке, проходившем в мексиканском стиле Марио Антонио Рубио, уже узнал имя своего нового оппонента. Эксперты считают, что уровень соперника карагандинца высок, и бой ожидается быть весьма зрелищным. Представители 3G считают британца одним из лучших боксеров в среднем весе. То, что следующим соперником Головкина будет Мюррей, предсказывали многие. Мартин Мюррей родился 27 сентября 1982 года в английском Мерсисайде. На профессиональном ринге дебютировал в сентябре 2007 года в средней весовой категории. В 2008 году он выиграл турнир «Прайсфайтер» в Великобритании. Головкин за свою карьеру провел на профессиональном ринге 31 бой и во всех поединках одержал победы. 27 раз нокаутом. Примечательно, что Мюррей, в свою очередь, также провел ровно 31 поединок, из которых 29 боев завершил в свою пользу. Один свел в ничью и один проиграл. Показатель досрочных побед у британца тоже скромнее, нежели у Triple G – 12. Сам бой пройдет в княжестве Монако, где у нашего бойца немало фанатов. Будет ли это 32-й победой Геннадия или первым поражением мы увидим 21 февраля 2015 года. Караганду посетила одна из сильнейших теннисисток Казахстана – Ярослава Шведова. 68-я ракетка мирового рейтинга. В теннисном центре нашего города титулованная спортсменка провела мастер-класс для юных спортсменов, а также каждый желающий смог сфотографироваться и получить автограф. Для теннисной жизни Караганды мастер-класс от Ярослава Шведовой – это большое событие. Увидеть титулованную спортсменку прошло очень много любителей большого тенниса, так как ход на мероприятие был свободным. Первыми – показать себя и проверить мастерство именитой теннисистки – вышла младшая группа теннисной школы, которые продемонстрировали свое умение владеть ракеткой и мячом. Очень понравилось, очень было интересно. Мастер-класс от звезд теннисного спорта придает большой стимул и заряжает энергией, что способствует росту мастерства у молодых спортсменов. А также это хорошая помощь для тренеров. Для каждого ребенка это, конечно, большая честь, во-первых, сыграть с такой теннисисткой. Ну и большое, многое значение имеет просто даже постоять на одном корте с такой теннисисткой, посмотреть за движениями, за техникой. Я думаю, что каждому ребенку это запечатляется вообще на всю жизнь. В конце мероприятия каждый мог получить автограф и сфотографироваться со спортсменкой высшего уровня. Даже образовалась большая очередь. Как поделилась с нами в интервью Ярослава Шведова, когда-то и она так бегала за звездами тенниса, чтобы сфотографироваться и получить автограф. Ярослава призналась, что получила максимум удовольствия от проведенного мастер-класса. Вообще столько эмоций, очень понравилось, очень много детишек, очень хороший мастер-класс получился, много-много эмоций. И очень хорошо играет, я удивлена тоже очень. И надеюсь, что будет продолжать развиваться, расти. И в дальнейшем уже повышать тоже свое мастерство и уже идти на высшие результаты. Благодаря такому мастеру-классу у юных спортсменов появляется желание стать великим спортсменом, как Ярослава Шведова. Бигзат Аликайдаров, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Спасибо за внимание. Аман Соболинстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова